Мы сегодня с вами поговорим немножко об игровой индустрии, о том, какие кадры нужны, о какими скиллами обладать, чтобы устроиться, работать на международные проекты, живя в Питере, Москве, Ульяновске, неважно. Проведем маленький мастер-класс, питч-сессию себя, раздадим подарки, книжки и маленький грант от нашей студии денежной. И я отвечу на все вопросы с удовольствием. У нас как раз часа два это займет до 19. Скажите, пожалуйста, кто не знает, кто я такой и что у нас за студия? Погуглите. Вот наша студия 1518. Мы занимаемся созданием графики и программ для ключевых больших проектов. Тот же Call of Duty, Apex Legends, Fortnite, World of Tanks. У нас штаб-хвартира в Лос-Анджелесе, производство по всему миру. Я сам из Ульяновска, последние 17 лет занимаюсь игровой индустрией и сейчас как раз живу в Москве, Лос-Анджелесе и езжу по всему миру. Питер мне традиционно дорог сердцу. Здесь очень душевные, теплые и креативные люди. У нас здесь много работает и художников, и программистов. Мы обожаем этот город. Чтобы лучше понимать вообще, что вам интересно, хотелось бы узнать, какие вопросы актуальны более. То есть зачем вы сюда пришли? Скажите, пожалуйста. Да. Как начать? Здравствуйте. Зоринов Григорий, ученик по ГУПТД, нашего прекрасного вуза, в стенах которого мы сегодня встретились. Вот у меня вопрос. Как вот начать свой путь в 3D? Супер, супер, очень хорошо. С удовольствием. Кого еще что волнует? То есть какие боли, какие вопросы вам актуальны, чтобы лучше понимать ваши потребности? Я не уверен, что вы можете ответить на этот вопрос, но какой уровень навыка, например, в программировании, в частности, на движках, если конкретнее, нужен, чтобы устроиться на какую-нибудь работу? И сильно ли отличается устройство в России и не в России, например, если находиться сейчас в России, кроме как язык, кроме как знания языка? Супер, супер. Программен, как попасть и первые шаги в 3D графике. Что еще кому интересно? Здравствуйте, Мирон. Мне интересен производственный процесс. Как работает ваша студия, ну и как у вас там все устроено? Вот это интересно. Супер, хорошо. Что еще кого интересует? Что тебе интересно? Конкретно тебе, да. Здравствуйте, мне интересно, что нужно для концепта арт-художника и как он работает. По 3D графике? 3D, 2D, да, ты имеешь в виду? 3D, 2D. 3D, 2D. Супер, хорошо. Девушка в критчатом черном тоже вот здесь. Тоже. То есть старайтесь тоже не стесняться, потому что мы здесь в таком формате диалога, да, мы разговариваем вместе, чтобы лучше для каждого там было это полезно. Какие тенденции будут в будущем актуальны и в принципе на что стоит обратить свое внимание во всей этой неделе? Супер, супер, круто. Также мы будем смотреть двух наиболее активных студентов, кто максимально вовлечен, кто реально предлагает крутые мысли и идеи. Мы хотели бы отметить грантом от нашей студии. Выбирать буду я одного и Оля еще одного. То вот каждому по 100 долларов мы с удовольствием вышлем грант. Так что активно принимайте участие, не стесняйтесь, это позволит вам лучше вообще вот именно развивать soft skills. То, что soft skills сейчас, да, один из главных моментов в принципе трудоустройства на работу. Вот то, что ты говорил, да, как на чате, в принципе даже в программинге. Мне очень важно, чтобы с вами было комфортно взаимодействовать, чтобы вы слышали, слушали, предлагали идеи и работали стабильно. Кто понимает, что такое soft skills? Кто бы как это характеризовал? Soft skills, что такое для тебя? Здравствуйте, меня зовут Даниил. Первый вопрос я хотел бы узнать. Допустим, я хочу устроиться в аутсорс компанию, 3D артистом на должность джуна, медла. Что должно быть в портфолио, если, допустим, вот как у вас, очень разношерстные проекты, там, Call of Duty, Fortnite, Call of Escapes. Какие такие ключевые модели должны быть в плане, чтобы HR посмотрел и такой, о да, круто, у него есть и то, и то, и то. Супер, хорошо. И хотел бы узнать по поводу тенденций в нейросетях, метах human, вот вся эта тема, нужно ли уже начинать это изучать, либо лучше заняться софт скиллами, хард скиллами, а с нейросетками пока повременить. Хорошо, спасибо. Давайте сейчас немножко пройдем про soft skills, потому что сейчас мы заметили, что это, наверное, главная боль вообще придут устройств на работу. И большинство, да, кандидатов, в которых хорошее понимание себя, понимание, что им нужно, что они могут дать работодателю, и четкость, вот какую роль они хотят занимать, да, там, 3D-сеньор персонажник, например, на реализм. Это круто, четко. 3D-художник в общем, да, это нечетко и непонятно. Вот, поэтому на это особо сейчас вниманием мы смотрим. Кто знает, кто бы охарактеризовал как софт скиллы, вот как вы это видите? Ну, soft skills это навыки, это гибкие навыки, которые помогают как раз таки устроиться на работу. То есть это навык коммуникации, навык командной работы, навык создания проектов, насколько я понимаю. То есть hard skills это вот в чем ты профессионал, а soft skills он помогает тебе пробиться. Супер, спасибо. Кто еще как думает? Да. Умение взаимодействия с окружающим миром, супер. Кто еще как думает? Круто. Да, мы видим, что soft skills сейчас являются ключевым мерой специалистов, потому что научить можно любого. Сейчас очень много онлайн материалов, XYZ school, Смирнов art school, высшая школа экономики, МГУ курсы, куча всего курсов. Но учиться все-таки нужно нам самим. И вот слышать ряда ведущего художника или онлайн курсы надо уметь. И большинство людей, к сожалению, пока не совсем готовы слышать. И вот найти такого человека, который слышит, слушает и развивается, это супер для нас тоже, знаете, такой приятный сюрприз. Поэтому сейчас немножко посмотрим, как со стороны, чтобы вы увидели такую мини-пич-сессию. Кто думает, какой самый главный навык человека придут до устройства, допустим, к нам? У кого какие мысли? Да. Да, выходи сюда. Супер. Так, кто еще что думает? Умение описывать своих мыслей. Супер, да, иди сюда. Так. Один. А вот. Хорошо, да, выходи. Еще кто что думает? Да. Умение объективно защищать свою точку зрения, но слышать все-таки, да, там лида. Клиенты, это вот очень важно. Потому что просто защищать свою точку зрения неэффективно, но это бессмысленно. Выходи тоже тогда сюда. Кто еще, да? Супер, да, давай. И последний человек, вот. Креативность, да, тоже важно. Круто, проходите. Сейчас мы немножко с вами в такую мини-игру поиграем. Представьте, что вы вот все, да, вы все, вы инвесторы или топ-менеджеры, Диснея, Гугла, неважно. И перед вами есть несколько человек, которых вы решаете, кого взять на работу. И сейчас как раз задача каждого из вас, да, придумать или сформулировать, понять, почему именно ты достойна, там, да, допустим, да, нашего гранта в 100 долларов. Почему именно каждый из вас достоин, там, этого небольшого, но важного, там, приятного подарка. А решать будем все мы. То есть мы выберем в итоге, кто достойен, на наш взгляд, исходя из того, как он правильно себя подал. Понимаете? То есть вы рассказываете о себе, но выбирать будут они их. То же самое, когда вы устраиваетесь на работу к нам, в Дисней, в Сбербанк, неважно, да. Вам важно показать не только, зачем вам устроиться в Дисней, а зачем Дисней у вас брать. Это не менее важно для компании, да, понимать, какую ценность вы несете. Поэтому давайте попробуем, решаем, в итоге мы голосоваемся вместе. Вот, кто хочет попробовать? Супер. У тебя есть минута, минута рассказать, почему именно ты достоин этих 100 долларов, да, для них всех. Какие сказали, блин, этому чуваку прям точно даже 100 мало, давайте больше. Понимаешь? То есть вовлеки их вот в себя. Супер. Всем привет, меня зовут Зыринов Григорий. Мы тут собрались, наверное, это графика, 3D-художники. То есть первое, это креативность. Креативность, с чего она вообще строится? Это многогранная черта. Чтобы овладеть креативностью, надо во многом развиваться. Чтобы во многом развиваться, надо многим интересоваться. Чем я и делаю. Я максимально заинтересован со всеми, мало фокусируюсь на чем-то, хочу успеть то, все, максимально хватаюсь за все. И благодаря этому у меня составляется моя сфера креативности, которой я потом буду пользоваться на работе. Потому что креативный работник всегда лучше некреативного. Супер, спасибо. Давайте похлопаем за смелость, потому что это непросто. Как вы думаете, чтобы вы дополнили, что не хватает в этом питче? Кто что думает со стороны? Скорее даже это пугает работодателя, что ты хватаешься. То есть ты и Disney будешь делать, и Google, и Apple, и Netflix. Понимаешь? Лучше фокусироваться на креативности. Не то, что делать 188 дел в одном. Все-таки в одном круто прокачиваться. Это пугающий фактор. Да, круто. Согласен. Да, конкретно зачем тебе эти деньги? Мы так и не поняли. То есть я хочу купить там курсы такие-то, чтобы научиться. Вот там зуб даю, что сделаю. Тогда более понятно. А так это в общем. Кто еще что думает? Структурированная, четкая, ничего лишнего. Иначе мы забываем половину слов. Круто. Кто еще что думает? Я бы еще добавил как раз вовлеченности твоей. Вот твою боль показать. Понимаешь? То есть почему именно креативность тебе важна? Почему не дисциплина? Почему не пятерки? Почему именно это тебя бомбит по-хорошему? И почему именно ты? Почему не остальные такие же креативные личности? Понимаешь? То есть попробуй сейчас еще разочек раунд два. С учетом ошибок, да, вот рассказать второй раз еще разочек. Четко, ничего лишнего, да. Может быть даже меньше слов, но по делу. Почему важна креативность? Нет, тот же самый спич за минуту с учетом всех своих там, да. Всем привет. Меня зовут Зорина Григория. Почему важна креативность 3D-художнику, в котором я хочу стать? Потому что креативность, с помощью креативности мы создаем что-то новое. Когда мы создаем что-то новое, это всегда что-то уникальное, которое люди не видели, которым люди людей это могут заинтересовать, это могут привлечь их внимание, потому что они этого не видели. Креативность. Почему ты достоин этих денег, в чем ты уникальны других, и почему все люди должны выбрать тебя, а не вот девушку с потрясающим платьем. Очень круто. Потому что… Подумай тогда, да, пока подумай тогда, да, чтобы сформулировать. Кто еще хочет попробовать? Давай. Меня зовут Перфилева Ольга. Я учусь на графического дизайнера. В будущем хочу развиваться в этой профессии. Мне очень нравится работать в команде. Я хорошо владею тайм-менеджментом. И, в принципе, мне нравится быть лидером, направлять участников команды. Мне нравится креативить, то есть делать такие быстрые наброски, где я понимаю, что… Ну, схватывать момент креативного эскиза. Вот. Из этого я потом развиваю и основную мысль дорабатываю до конца проекта. Я люблю работать в проектах. Мне нравится. Вот сейчас наша команда разрабатывает мобильное приложение. И нам нужна такая финансовая поддержка в некоторых опросах, проведение, в общем, исследования. Для этого нужна финансовая поддержка. И поэтому я бы хотела получить этот грант, чтобы развить свое мобильное приложение. Супер. Круто. А можно еще добавить, что мы делаем мобильное приложение для обмена книг и общения. Люди будут обмениваться книгами с помощью способов доставки и лично. Супер. А скажи, пожалуйста, зачем им всем поддерживать именно твое приложение? То есть какой вин-вин ситуации? То есть это твое. А для всех остальных зачем? У многих есть проблема, что книги пылятся, и много книг неактуальных, и много книг нужно отдать. У кого это боль? У кого такая боль? Раз, два, три, четыре человека. Или есть такая потребность в книгах, что ты не хочешь их покупать, или настолько дорого, или ты просто из-за экологических причин, что не хочешь много тратить бумаги, поэтому ты их не покупаешь. И это отличный способ обменяться книгами или как раз сдать. Поэтому это очень актуальный проект, и его нет на рынке. Нет, он есть в укросе. Минута, да. Почему так важно за минуту четко сказать, желательно с минимумом лишних слов? Кто знает? Да. Супер. В современном мире, особенно если вы посмотрите, как TikTok, Instagram, как Netflix работает, как только становится слишком много лишнего, все, наш мозг вырубается, нам становится либо скучно, мы идем в телефон или нажимаем следующее, либо просто не понимаем, о чем речь. Поэтому, да, очень, мы заметили, лучше формулировать меньше и четких, емких слов. Желательно с конкретными фактами. То есть что, опять же, да, мы сейчас все учимся, что я рекомендую. Вот говорите прям конкретно. Я разбираюсь, у меня там классные навыки лидерства, да. Конкретный факт. Потому что это субъективно, да, это твое мнение. Ну, когда ты говоришь, я победила там в конкурсе Forbes 20, Under 20, да, но это четкий факт, это можно проверить. Хоп, уже больше верится, да, там. Понимаешь, то есть находить конкретно каждому слову подтверждение желательно со стороны. Это очень важный момент, таким образом перестает быть субъективное ощущение. И второе, четко формулировать, там, даже за минуту свой питч, чтобы каждый из нас понял, что конкретно там вы хотите донести. А вот что ты, что ты сказал вот за минуту, вот что ты понял от этого питча в двух словах? Все, да, да. Понимаешь, хотя ты сказал очень много слов, то есть старайся вот именно формулировать так, чтобы передать основную суть, что ты хочешь донести, почему именно ты и в чем объективно ты реально крута. Потому что у каждого из нас есть какие-то объективные факторы, знаешь, то есть одно дело, я могу сказать, что мы работаем над лучшими играми на земле, это субъективно, да. Другое дело, мы делали там бочки для Call of Duty, Cold War. Это четкий факт, это можно проверить, видишь? Таким образом люди больше вовлекаются, больше верят в то, что ты делаешь. Кто бы еще что добавил, вот вы со стороны там инвесторов, потенциальных работодателей, вот как вы видите, это же очень круто поставить себя на место вот именно бигбосса, который принимает решение, чтобы лучше потом, оказывшись здесь, подавать себя там клиенту, работодателю, партнеру, да даже со-фаунду, да, уметь рассказать про себя так, чтобы он вовлекся, это дорогого стоит. Да. Какие конкретные проекты, плюс у тебя такое крутое платье, это тоже можно обыграть, что это не просто так, что это как, ну понимаешь, что ты этим опять же выделяешься как-то, вот я сделала лично сама, я этим живу, я этим занимаюсь, вот конкретно на это, понимаешь, то есть таким еще больше вовлекается. Кто еще что думает, да? Абсолютно, да, конкретные факты, кто именно считает, да? Passion, страстью, то есть да, показать, что тебе не все, это твоя боль, да, тебе реально, блин, ну нужны эти 100 баксов, да, например, да, не важно еще, что это 100 баксов сегодня, завтра 100 тысяч долларов, да, у инвестора, потом миллион у Илона Маска, да, одно и то же. Вопрос, как ты это подаешь, что это реально тебе не все равно, неформально, понимаешь, это passion. А так очень крутой старт, спасибо, ждем на раунд 2, да. Например, да, это те, кто решают взять тебя на работу, дать тебе денег или там поверить в тебя или нет. Почему они должны поверить в тебя? Всех приветствую, меня зовут Даниил Бондаренко и я хотел бы устроиться к вам на работу 3D-пропс-артистом на должность джуниора либо медла. Из хардскиллов я владею Maya, Substance Painter, Substance Designer, не очень, изучаю ZBrush и изучаю движки Unity и Unreal. Из софтскиллов я очень лоялен к критике и всегда стараюсь вышестоящего человека по должности слушать и исправлять в самые кратчайшие сроки. Вот, почему вы должны взять меня? Что ж, так как я только учусь, я не претендую на особо высокую зарплату, для меня самое главное опыт. И так как я не работал с какими-то крупными проектами, я не особо прихотлив и привередлив, поэтому вы можете спокойно заточить меня под свою кухню и как бы на выходе получите возможное арт-лида, который будет с самого начала с вами. Супер, круто, спасибо. Да, запишем телефончик. Кто бы что еще добавил. Сейчас, да, как тебе спич? Сомнения есть видны. Плюс, когда ты говоришь, я хочу быть либо джуниор, либо медлом, уже меня это пугает, потому что это очень большая пропасть между джуна и медла. То есть почему ты так мыслишь? Надо все-таки понимать, что ты объективно, адекватно себя оцениваешь. Нет ничего плохого сказать, что я джун, только начинаю, 3 месяца в мае, полгода вообще не знал, как делаются игры, но за полгода изучил, вот есть кейс, вот сделал пистолет для Call of Duty. Понимаю страшный, но сейчас делаю винтовку, будет круче. Это лучше, чем сказать, что я и то, и то хочу, потому что важно еще показать, что ты адекватно себя воспринимаешь в иерархии рабочей. Кто бы еще что добавил? Да. Ты прям сеньор и чар, судя по опыту. Да, важный момент, согласен, да. Да, не показал, что амбиции важны, то есть это тоже важно, зачем быть человек, который готов там просто ради опыта, и ради опыта тоже пугает. Ты наберешься опыта, уйдешь, сразу же свалишь, да. То есть надо показать, что опять же, зачем компания брать тебя, что ты не просто такой спасибо все, круто было, опыта набрал, но все, пока-пока. Да, то есть объяснить, что есть в тебя вкладываться смысл, что ты надолго, и не просто, да, там, перекантоваться, там, значит, на недельку. Вот это тоже очень важно подать. Пропс-артист. Пропс-артист. Стили разные, да. Фортнайт. Да, Илья. Видишь, это понятно тебе. Мы не понимаем этого. Большинство вещей, которые понятны нам, люди не знают. Очень круто сказать как бы сразу, да, максимально. Потому что вот это очень сильно усиливает. Это просто увеличивает твои шансы. Каждый маленький такой момент, он просто срождает меньше возражений, и при прочих равных потом не скажет, блин, вот тот чувак, который четко знает, что хочет с амбициями, давай его возьмем, он примерно понимает, что надо. И все. Понимаешь? То есть это вот очень важный момент. Чего добавил? Круто, очень классный момент. Какие послевкусия, да? Да, супер. И что ты только начал с абстенс пейнта, и тебе нравится. Видишь, причем, да, эмоционально ты там выложился, поэтому все запомнили. То есть спокойно-спокойно рассказ, не очень, спокойно-спокойно. Мы такие, так, я не понимаю, бла-бла-бла, а вот это я запомнил, понимаешь? То есть важно эмоционально показать все-таки важные вещи, которые ты хотел бы донести. Вот. Кто еще что? Да. Очень круто, да. Я бы еще добавил рассказать о себе немножко. Там, знаешь, я играю с пятого класса. Моя любимая игра – Диабло. Я хочу работать в Insomniac Games над новым Spider-Man 2025 года. Поэтому я пошел в игровую индустрию. Это прям меня драйвит. Вот тогда понятно, зачем. Это все реально за минуту надо уложить. Почему? Потому что, да, если слишком долго мутызить, вот ты можешь определять, как мы определяем. Как только человек лезет в телефон, смотри на реакцию, все, им скучно стало. Они уже потеряли, все. То есть задача вовлекать их постоянно. Опять же, да, HR, неважно кого, да, там клиенты, инвесторы, друга, влифтила на маску, если вы застрянете вдруг вместе, да. Вот важно, чтобы он не начал сидеть в телефон. Или вот так вот. Все. Иначе он переключился, ему стало скучно. Это очень важный в современности момент. А так крутое начало, да, на раунд два. Здравствуйте, меня зовут Баграмова Камила, и я на графическом дизайне учусь в СПГУ ПТД. Мне очень нравится создавать плакаты и афиши для мероприятий, потому что мне кажется, что именно это изовлекает на мероприятия, то есть хорошая реклама мероприятия. И нам нужно визуально показать, почему на мероприятии будет круто. И афиши — это как начало этого. Также мне очень нравится работать в команде, а именно мне нравится именно исполнять, то есть не лидерские, не что-то лидерское, а именно исполнитель мне больше подходит. Я могу очень быстро сделать какой-то заказ, например, за 4 часа сделать логотип. У меня уже есть это в практике. Мы делали проект, создавали проект Art.ru. Это команда декораторов в нашем университете. Также мы вместе с Оли создаем приложение по обмену книгами. И также там я очень четко выполняю свои задачи. Вот. Спасибо за внимание. Супер. Очень хорошее начало. Забыла, зачем тебе 100 долларов или тебе не нужны? 100 долларов нужно для того, чтобы взять себе курсы, потому что мне не хватает обучения, которое дают в университете. И я бы хотела найти курсы для себя где-то в городе или в интернете, чтобы обучиться чему-то еще больше, глубже и быть более крутым специалистом. Супер. А теперь может то же самое с фактами. Убираем больше, выше, сильнее, четко, конкретно. Какие курсы, что научиться, почему именно они, иначе не усваиваются, иначе это в общем. Так можно, понимаешь, да, про любого человека в мире можно сказать. Больше, выше, сильнее, конкретнее. Я бы хотела научиться 3D-моделированию, потому что это сейчас очень востребованное. И 3D-моделирование завлекает внимание людей больше, потому что это что-то свежее, новое, и выходит в 3D, то есть смоточная картинка, это не что-то плоское, что-то такое объемное, хочется потрогать. И поэтому я бы хотела взять курсы 3D-моделирования. Супер. Спасибо огромное. Круто. Кто бы что добавил, кого что нравится, что… Мне понравилась четкая структурность, особенно в начале. Прямо начало хотелось сразу сказать, берем на работу, а потом ты немножко сбилась. Вот это очень важно показывать, общий уровень, немножко эмоциональности, но в целом, чтобы прям вот он был такой спокойный. Да. Ну вот здесь мне нравится, что четко человек понимает, чем он хочет заниматься. То есть я не лид, я как бы исполнитель. Исполнители очень нужны. И это хорошо оплачиваемая работа, она не хуже, чем лида ни разу. Исполнителям хорошим, вот Оля подтвердит, мы платим очень достойные деньги. Наоборот, круто. Может быть немножко не так сказано, немножко в нем, но мысли понятны, что ты четко понимаешь, я хочу делать сама. Я не хочу там как бы лезть, руководить. Круто. Это тоже очень важно сразу понимать, что это точно там. Звук не мое, программинка не мое, арт мое. Уже круто. Уже понимаешь, понятно, в каком направлении двигаться. Кто еще что бы добавил? Синьор Ичар, что вы скажете? Берем на работу, да? Все супер. Вот. Я бы еще немножко поработал вот именно на подаче, чтобы это было все вот так вот, а не так вот. И с конкретными четкими фактами. Я хочу, например, да, ребята, мне нужно 100 долларов, курс XYZ стоит там 50 баксов, курс Смирнов Art School 52 бакса, 2 бакса заплачу из своих, 100 не хватает. Обещаю через месяц пройду эти курсы, нарисую классно эмблему университета, отправлю вам разместить в Инстаграме. Понятно, четко, еще ребята вовлечены. Понимаешь, потом будет приятно, что благодаря им, да, ты прошла курсы, ты что-то сделала там для общего вашего дела, для вашего универа. Понимаешь, чтобы результат какой-то был. Вот, или там, типа, пройду курсы, заработаю денег всех, кто за меня голосовал, и глошу вместе в Питрию. Мотивация, понимаешь? Вот, а так супер, спасибо. Спасибо большое. Смирнов Art School, или какие-то еще конкретно по анатомии и 3D-моделированию. Так как, мне кажется, для дизайна персонажей это достаточно важно. Вот, как бы, четко, коротко. Супер, а почему ты достойна, а не другие ребята? Не знаю, потому что я готова развиваться, я открыта ко всему новому. Кто из вас не готов развиваться? Они тоже готовы. В коллективе я могу взаимодействовать с людьми, я спокойно принимаю критику. Кто неспокойно воспринимает критику? То есть, понимаешь, о чем? Найди, в чем ты уникальна. Потому что ты говоришь вещи, которые, в принципе, большинство людей скажут, что мы тоже спокойно воспринимаем критику, мы тоже уникальны, мы тоже хотим работать. Найди именно свою особенность. Она у каждого из нас своя. Например, да, я поиграла 100 тысяч часов в Тетрисе, я знаю, что я в этом лучше всех. Понимаешь? И это сложно спорить, потому что это, ну, если это правда, да, понимаешь? То есть, четкий и железный факт. Кто у кого какие есть реально факты, где вы круче других? Давайте подумаем, это очень важный момент. Ну, там, не знаю, я вот моделил 17 лет в игровой индустрии, например. Там, поработал на более 100 AAA проектами, например. Да, это я могу сказать про себя, это факт, да, и, ну, это характеризует как-то меня. Это очень важно, чтобы вы и себе понимали, и могли это реально продать работодателю, инвестору, там, партнеру, неважно. У кого, в любой сфере. Давай. Круто. Да, отлично. Да. Во, супер. А тебе сейчас сколько сейчас лет? Вот, за 11 лет до лида, в 20, очень круто, да? А теперь то же самое с фактами. Давай, не несколько, а сколько. Никакие геймджемы, а конкретно. Супер. Вот. Кто из вас еще сделал в школе две игры? Я не делал две игры в школе. Вы тоже. Ты в этом уникальный, понимаешь, это твоя, ну, как бы уникальная особенность, которая выделяется и запомнится потом, да? Потом будет вспоминать, вот тот чувак, не помню, как его зовут, но он сделал две игры, напишите ему, он классный программист. Вот это, чтобы каждый из нас как-то запомнился, да? Там, я запомнился через бочки. Там, какой-то Максим из России делал бочку для Fallout, для Doom, вот давайте дадим ему еще бочку. Все, четко, понятно, да? Подумай, вот, и то же самое про тебя, да? То есть, что? А в 17 тоже у кого-то? Ну, то есть, это просто на размышления на будущее, да? Как тебя выделить? Это может быть в любой сфере. Пожалуй, моей целью как раз-таки было создание чего-то нового, потому что вообще в идеале я хочу создать что-то такое, чтобы запомнилось зрителям и как бы, возможно, залетело, возможно, создание уникального продукта. Супер, вот, ты хочешь уникальный продукт создать, чтобы что, да, чтобы передать там свою какую-то страсть, боль или что, ради чего это все? Я бы хотела привнести, во-первых, какие-то важные идеи в обществе, в мир. Какие? То есть, прям говори, хочу там, чтобы клют спасли, чтобы там китов вылавливать, там, вылавливать. Я бы хотела продвигать идеи, во-первых, о, как сказать, о женщинах, то есть, как бы, чтобы женщина, потому что не только как объект, так сказать, ну, творение потребности, но также как личность, то есть, чтобы, допустим, если это разработка персонажа, то создать персонажа такого, чтобы было именно интересно, как лично. Вот, личная история. Вот это очень круто. Личный, конкретный факт. Супер. Да, вот, учтись, да, сейчас фидбэк, придем к раунду два. Да, так, спасибо, видишь, уникальные штучки. Да, давай. Здравствуйте, меня зовут Полина Ополева. Я хотела бы заниматься 2D и 3D концепт-актами. Я знаю несколько программ, таких как Сай, Крита, Клипстудио. Могу быстро научиться работать в фотошопе, если это будет нужно. Вот, и также у меня хорошие навыки с заказчиками. Я создавала комиксы для пабликов в ВКонтакте, делала покраски для новеллы и также рисую еще на заказ. Почему ты, почему 100 долларов, что получат все наши инвесторы и боссы? Я бы хотела по 300 долларов на развитие, чтобы научиться делать замечательный концепт арты, который бы завлекали людей, показывали бы мир, той именно вселенной, где каждый персонаж живет своими жизнями и раскрывал бы это все. Супер. Я хорошо, у меня хорошие навыки освоения, я могу быстро освоить разные приемы, техники. И желательно прямо с кейсами. Почему так важно говорить подтверждение? Как кто думает? То есть хорошие навыки освоения. И сразу кейс. Освоила румынский язык за неделю, например. Почему важно без фактов мы не воспринимаем? Кто думает почему? Доказательства. Это конкретика. Это можно проверить, это объективно, потому что когда ты говоришь, или каждый из нас говоришь, я много работаю, да, для каждого много работаю, это 40 часов в день, 40 часов в неделю, 40 часов в год. Да, у всех свое понимание много работать. А так, да, ты говоришь четко, 12 часов работаю в день, реально без ватсапа сижу в 3дмаксе. Четко, понятно, круто. Или слишком круто, или может быть не надо столько, понимаешь? Но хотя бы мы можем как-то оперировать этим. Очень важно научиться конкретика вот в фактах. Потому что иначе это просто общие слова. Вот. А так очень круто, видно, что ты играешь с этим делом. Да, мы просто пробуем, практикуемся, да, нет, ничего. Наоборот, круто, что вы все вышли, вы уже молодцы. Кто еще может очень круто выйти и показать, как надо? Давай. Давай. Да. Давайте, не стесняйтесь. Вы научились, работаем над ошибками. Кто еще может? Давай. Супер. Тут по-другому, да, уже воспринимаешь себя? Конечно. Я не рассчитывал. Я знаю, как это бывает. Здравствуйте, меня зовут Тилий. Я в основном являюсь программистом, но также я обладаю навыками рисования и рисования, дизайна и видеомонтажа. По-последнему, например, я сделал клип «Миллионник», который на YouTube пущен несколько миллионов просмотров. По программированию я сделал несколько игр в школе. И также мы практически выиграли геймджем в школе вместе с одним художником, к которому мы потом и зашлись. И недавно я также участвовал в новом геймджеме, используя движок Unity, уже другой, нежели раньше. И я, в принципе, использовал его в первый раз. И за 72 часа я успел его освоить и сделать довольно полноценную игру с точки зрения программирования. И также вел самого художника, в котором вместе я работал, который также первый раз участвовал вообще в разработке игр. Я смог ввести его полноценно в этот процесс. 100 долларов мне могли бы пригодиться очень сильно для покупки ноутбука, который я на который сейчас коплю, потому что мне было бы намного удобнее с ним работать, а также ходить на шоу-кейсы игр, чтобы показывать свои игры и лучше их разрабатывать, получать с них фидбэк. Все очень круто. Что ты забыл? Кто думает, что забыл главное? Кто еще что думает? Кто самое главное, что забыли? Синьор Ичар? Да, молодец. Забыл сказать, зачем это им все. Потому что важно же не просто какой-то класс. Это очень круто. Но важно еще понять, в чем эта крутость для работодателя, клиента, инвестора. То есть что они от этого получат. Если вы предполагаемые мои работодатели, то я бы быстрее разработал свои навыки и был бы отличным дополнением в вашу команду. Если же вы обычные игроки в игры, то возможно через годик, через два вы бы играли в мою игру, которая бы вам очень нравилась, потому что я продолжаю этим заниматься и развивать… А если добавить увлеченность, то есть сказать, смотри, почему это важно, да? Я получу 100 долларов, куплю лучший ноутбук, потом все, кто за меня голосовал, добавлю вас в титры своей следующей игры в Special Sanks. Я получу ноутбук… Понимаешь, о чем? Я понял. Я получу ноутбук, и я намного быстрее и проще разработаю свою следующую игру, и все, кто за меня голосовал, получат бесплатный ключ в Steam. Вот, четко, понятно, круто. Реально, респект. Да, спасибо. Да, очень клево. Да, кто там следующий? Всем привет. Меня зовут Юля. Я в этой среде не так давно. Вообще я из маленького города, и у нас это очень плохо развито, но сюда я приехала как раз с целью развиваться в этом во всем. У меня есть навыки рисования и немножко программирования, но я очень хочу развить это настолько, чтобы быть интересным работодателем. И как раз за этим, возможно, мне эти 100 долларов, кто знает. И если я получу эти 100 долларов и разобью свои навыки достаточно хорошо, возможно, вы получите самого доброго и отзывчивого человека в команду. Потому что, ну, сейчас, мне кажется, самое главное – это отзывчивость. Очень эмоциональный спич. Спасибо огромное. Круто. Спасибо. Рад, что вы сказали сюда. Спасибо. Всех приветствую. Меня зовут Ангелина. Я студентка этого университета. Я учусь в направлении дизайна. А также работаю в IT-компании, которая называется Little Bit Games. Наш логотип разобьет меня на футболке. Что я хочу сказать про себя. Я работаю в этой компании в качестве коэнженера и комьюнити менеджера. Коэнжиниринг – это тестирование, комьюнити менеджмент – это развитие соцсетей и привлечение масс. И про себя я хотела бы сказать, что эти 100 долларов я бы поделила наполовину. И первую часть я бы потратила на обучение, повышение навыков тестирования. А другую часть вложила бы в свой личный бренд. Так как я веду свой блог. И вы можете на него подписаться, подойти ко мне позже, узнать подробнее. И я бы в этом блоге хотела создать курс для тех же молодых специалистов, дизайнеров и тестеров, кто хотел бы начать изучать эту сферу. Поэтому всех приветствую и спасибо за внимание. Очень круто. Спасибо огромное. Прямо инспект. Все четко по делу. Кто что добавил бы? Прямо круто. Круто. Да, спасибо. Очень четко. Да, спасибо. Всем добрый вечер. Меня зовут Сигвинцова Екатерина. Я учусь в этом университете на третьем курсе анимации, график, конвертных игр. Конкретно по этому направлению. И мне очень нравится работать в фотошопе, в концепт-арте. То есть это создание персонажей, локации, оружия. То есть мы этим занимаемся. Также я работаю в образовательном центре Sirius в городе Сочи. Работаю в Академии талантов в Санкт-Петербург. И среди моих клиентов есть еще в госпром-школа. Там я веду мастер-классы различные. Вот. И эти 100 долларов я бы потратила в свое обучение, потому что иллюстрация, это для меня уже потолок обычной иллюстрации. Я хочу именно заниматься больше диджитал-иллюстрацией. Я хочу тоже диджитал-иллюстрацией, но именно в концепт-арте. Вот. Также я знаю 3D Max, Unreal, но хотела бы дальше развиваться в фотошопе. И поэтому мне нужно 100 долларов, потому что я хочу пройти курсы от Skillzap. Они, правда, стоят 90 тысяч рублей, но 100 долларов – это начальный хороший капитал. И на выходе вы получите классного специалиста, который уже будет работать в Netflix. Супер, спасибо. Взяли бы человека? Все четко, поделали. Круто. Респект. Кто тебе запомнился больше всего пока? Вот из всех. Тебя. Да. Кого отметил? И почему? Почему? Там видно страсть, четко поделали и эмоции. Это очень круто. А тебе кто запомнился? Все, супер. Круто, да? Добрый день, меня зовут Витинская Анастасия. Я учусь на третьем курсе на искусствоведа в нашем университете. Я хочу связать свою профессиональную деятельность с работой в междисциплинарных сферах. Я очень хочу заниматься оцифровкой музейных коллекций. В частности, это музейный текстиль, костюмы исторические. Для этого мне необходимо освоить навыки 3D-моделирования, навыки работы с отсканированными изображениями. Я хочу сделать так, чтобы историческая мода была более доступна, так как с хранением текстиля и костюма есть свои особенности. Из-за этого он не очень доступен ни исследователям, ни простым посетителям, ни, собственно, концепт-дизайнерам. И мне хотелось бы, благодаря созданию цифровой версии музейных коллекций, сделать эти музейные коллекции более доступными, чтобы каждый человек мог зайти, например, на сайт музея, рассмотреть интересующие платья и костюмы со всех сторон, приблизить, ознакомиться с деталями кроя, с вышивкой и прочим декором. Очень четко. Спасибо огромное. Очень здорово. Я верю, что ты это сделаешь, потому что много мелких деталей, внимание к мелочам, четкая речь, ты не сбиваешься. У меня есть ощущение уверенности. Кто как думает? Что еще бы вы добавили в выступление? В питчинг такой. Забывают, да, почему-то. Да, и понимают решение они. То есть важно еще убедить. Это тебе важно, это там твоя, да, боль. А им зачем всем? Понимаешь? То есть очень важно понимать, да, когда презентуем любому человеку, зачем ему это. Не только тебе, да, очень важно, зачем им, ему, мне, это тоже. Да, с душой. Это очень важно, да, это круто. Но здесь еще я бы добавил, то есть ты с душой говоришь про себя, но важно не забывать, что ты еще говоришь все-таки принимающие решения лица. Они здесь в данном случае, ну мы все, да, вот это важный момент. То есть иногда лучше даже сначала начинать и сказать зачем. То есть грубо говоря, как раз, ребята, надо как, например, мне очень горю там костюмом, мне важно сохранить это, да. Все, кто как раз мне поддержит, помогут. Да, давайте я потом создам пост в Инстаграме или в реальной работе отмечу вас отдельно. Вы обойдете в историю, да, что какой-то костюм создан благодаря поддержке этих людей. Вот, круто, четко и про нас, да, очень важно говорить. Так, спасибо, да, спасибо. Всем привет, меня зовут Илья Огородников, я учусь на приклоне информатики в дизайне. Я с 10 лет занимаюсь дизайном персонажей, концепт-артом, очень сильно этим горю. У меня расписано все на свете, планирую, прошел несколько курсов. У меня уже готова игра, концепты к ней, все на свете. Мне нужны 100 долларов для того, чтобы… 700 долларов у меня есть, я хочу еще 100, чтобы взять человечка с рабочими руками, то как бы все сложное. У меня уже раскручены стальные сети, Инстаграм, Ютуб, на рекламу тратиться не нужно. Так что вот, что вы с этого получите, во-первых, удовольствие от игры, гарантирую. Во-вторых, стандартная практика, что вы даете мне 100 долларов, я увеличу ставку там 30%, 50%, в обмен вам дам 150 долларов, вот так. Почему нет? Окей, очень нестандартно, прикольно. Я организованно дисциплинированный человек, у меня все на свете получается, и все всегда идет по плану. Круто, круто. Кто бы что добавил? Да? Меня еще смущает, вот как только мы слышим самое лучшее про Землю, я во всем разбираюсь, у меня все максимально четко. Мозг начинает сразу искать, ну как бы доказательства, и желательно даже найти анти, да? Поэтому лучше здесь, по нашему опыту, не входить в максимализм. Разумеется, у нас у всех не может быть все схвачено, даже у Илона Маска, не знаю, Кука. Ты немножко, то есть мозг так устроен, вот то, что мы для себя приняли, в какой-то момент я тоже на это нарвал. Когда я встречал своего друга старого из Ульяновска, я когда-то говорил, блин, там, чувак, миллион лет тебя не видел, так рад видеть. А потом, или он мне так, да, говорит, допустим, а вот через какое-то время, когда он говорит, у него зарплата там 300 тысяч в Москве, да, вот, допустим, друг меня увидел, сказал, миллион лет меня не видел, хотя мы не виделись, допустим, полгода, да, мозг же это понимает. Окей, да, ничего такого. Но потом он говорит, 300 тысяч в Москве зарабатываю, работаю айтишником. И мозг начинает говорить, думает, что-то здесь не так, как-то странно. Почему, как вы думаете? Нужно для казательства. Нет, нет, это типа, то есть человек, когда видит меня, он говорит какие-то эмоционально увеличенные фразы, типа, миллион лет тебя не видел, да. Потом, когда он говорит конкретные факты, мозг начинает делить это же на количество, ну, как бы на объективность, потому что кажется, что человек везде преувеличивает. Я это только потом отметил. Поэтому там сейчас я там рекомендую и сам делаю, говорю, если я не видел человека полгода, да, лучше сказать, там полгода не видел или там соскучился, но не преувеличивать цифры. Потому что потом, когда я буду говорить, что я там сделал 10 бочек для Call of Duty, мозг неосознанно начинает думать, блин, подождите, он меня миллион лет не видел, на самом деле не видел полгода. Может, он мне 10 бочек сделал, а на одну бочку просто посмотрел, ну, типа, поделить, если примерно так же по коэффициенту и получается. Понимаете, мы неосознанно, мы часто за этим следим. Поэтому люди, которые более, как бы, дотошны к деталям, мы потом верим им даже в мелочах. Почему? Потому что они нигде не преувеличивают. Поэтому там мой твой совет, да, постарайся чуть поскорее себя вести. То есть четкими фактами, да. У меня схвачено там, например, я ни один там дедлайн своей жизни не профукал. Хотя это тоже субъективно, да. Лучше сказать там в 90% случаев я выполняю задание вовремя. Четко, скорее всего, можно это проверить как-то, да. И это уже не хочется опровергать. И везде там, да, вот такие вещи. Кто бы еще что добавил? Да. Да, и когда ты говоришь, что гарантированно понравится, но не говоря о проекте, это тоже немножко пугает. А почему нам должно гарантированно понравиться? То есть интрига круто, но потом немножко хотя бы какие-то карты в руководстве покажи, да, обязательно. Вот эти вещи. Да. Да. Абсолютно, да, да, да. То есть фактами подтверждай и желательно не преувеличивать в любых вещах. Даже в неважных. Потому что я когда это осознал, я начал везде говорить четко. Вот я не видел человека полгода, я лучше это скажу. Или там, знаешь, типа я соскучился там на, не знаю, на миллионы единиц процентов. Но опять же это слишком. А потом, да, когда говоришь конкретные факты, уже не верится. Потому что везде человек накручивает. Вот это опыт мой. Спасибо. А так очень крутой перспективный спич с эмоциями. Классно. Мы всех выслушали. Кто хочет раунд два с учетом работы ошибки прямо вот рассказать такой апдейт. Кто готов? Вот они, да, первые выступали. Давай. Прям выходи и максимально зажги. Смотри в аудиторию, да. Смотрим глаза на них. Раунд два. Да. Четко, эмоционально, по делу, минута. Все. Ну все. 3D художником хочу стать. Чтобы стать 3D художником, мне нужны знания. Знания стоят деньги. Для этого мне нужен грант 100 долларов. Логично. Но куда эти знания садить? Сейчас расскажу про себя, про свою личность. Я чемпион Санкт-Петербурга по хоккею. Займем первое место. Сейчас играю в команде нашего вуза. Я киберспортсмен. Также стою в команде нашего вуза. Я сценарист. Веду социальные сети, свои YouTube. Веду других. Пишу к ним сценарии. Продюсирую. И я начинающий 3D художник. Создаю модели. Есть две готовых, которые есть на ArtStation, например, можете посмотреть. И я юморист. Могу шутить. Стою в КВН. И это все создает платформу, обширную платформу, меня как личности. А знания – это как разточки. Вы можете посадить их в мое огромное поле. А чем больше поле, тем больше урожай. Поэтому вам нужно инвестировать в меня. Очень круто и эмоционально. Вот. Супер. Да, спасибо. Давайте похлопаем. Очень круто. Эмоциональный спич. Реальный респект. Слово «нужно» я бы все-таки убрал, потому что нужно все-таки немножко сразу понежнее. И ты опять забыл сказать, зачем это все ребятам. Это главный момент. Инвестировать в тебя. Зачем? Инвестируйте меня. Получается, то, что я буду работать у вас. В смысле, у всех, кто в тебя инвестирует? Я тоже тогда могу. За 100 долларов всего. Готов у всех работать. Идеально. Начальная цена такая, у всех небольшая. Супер, супер. Отлично. Давайте, кто проголосует за человека, который готов работать за 100 долларов у всех нас? Реально, хоккеист, ютубер, будущий 3D-художник. Кто в него хочет инвестирует? Голосовать можно какое количество раз. Мы не будем считать. Сколько вы видите, хотите вложиться, того и голосуем. Кто? Почему? Мало по делу. Да, супер. Что еще? Расфокусировка. Слишком дешево уже. Видишь, слишком хорошо. Тоже не верится. То есть, тут важно, когда презентуешь, выбрать свою ключевую цель. Что очень круто, я сказал обо всем, это прям 10 разных питчей. Я взял акцент на что-то одном, но твоя энергия, страсть как раз и движуха очень крутая. Поэтому спасибо тебе огромное. Главное найти свое одно, то, что рекомендуем, чтобы ты прям в одно вкладывался максимально. А так очень крутое начало. Реально, спасибо. Представим, с первым питчем чувствуешь, как ты вырос, насколько четче, лучше стало. Это круто. Так что респект. Супер. Спасибо всем. Да, отлично. Кто следующий? Также минуту тебя оценивают. Почему? Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Напомню, я учусь на третьем курсе анимации графики компьютерных игр. Это означает, что три года назад я целенаправленно выбрала это направление, уже три года этому учусь и невероятно этому рада. Среди моих клиентов, скажем так, я работаю в образовательном центре «Сириус». Это все государственные проекты, то есть я уже работаю с государством, работаю с Академией талантов в Санкт-Петербург и с «Газпромом». Соответственно, я владею фотошопом, продвинутый юзер. Также я знакома с 3D Max и с Unreal. Но я хочу заниматься концепт-артом, только идти по этому направлению. То есть это локации, это персонажи, это оружие. У меня с собой есть портфолио. Я готова показать вам его. И я очень хочу пройти курсы от SkillzApp. Они стоят 90 тысяч, но 100 долларов – это будет отличным капиталом стартовым. Вы в меня вложитесь, а я уже пойду дальше работать с этими огромными навыками в Netflix. И вы можете ожидать очень классного запуска анимационного фильма, допустим. Допустим? Нет, не допустим, а анимационного фильма. Он будет очень классный. Супер, супер, спасибо. Видно, что сделал работу над ошибками. Мне нравится твоя четкость. Структурность. Все, уже нельзя. И понятно, куда ты. Плюс вот эти детали очень круто. 90 тысяч, из них 100 долларов я уже нашла, остальное там найду. Это очень круто. В это верится, что это реально, ты это изучила. Кто проголосует за… Как зовут? За Екатерину. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, девять, девять, четырнадцать, пятнадцать, шесть, семнадцать, восемнадцать человек. Девятнадцать. Почему? Четко знает, что хочет, да, по делу. Да, да, четко по делу. Супер, девятнадцать голосов. Круто. Респект. Дальше. Да, кто следующий? Давай. Всем здрасте. Меня зовут Даниил и я хочу устроиться к вам на вакансию 3D Artist, Props Artist на должность джуна. Из моих хардскиллов с восьмого класса я занимаюсь в мае. Чувствую себя уверенно. У меня есть портфолио, могу скинуть ссылку на электронную почту. Я поступил в этот вуз по олимпиаде, заняв первое место в России по баллам на курс компьютерной анимации и графика в играх. Вау. Второй курс. Учиться мне здесь шесть лет. Значит, мне нужны эти сто долларов для повышения своей квалификации, чтобы устроиться в студию, геймдев, и все, кто инвестирует, увидят себя в титрах игры как спонсоры. Из программ я знаю Maya, изучаю Blender, Substance Painter, Photoshop и Rhythm UV. Знаю полный пайплайн, AAA игры, создание моделей и также прошел курсы XYZ. Менторами был Дмитрий Копейкин, Виктор Котов, Игоря Садулина. Вот. Супер. Оля? Да, все четко по делу. Да. Все. То есть, смотри, ничего лишнего, да, Я бы еще минимальное исправление добавить, что ребята там, менторы из XYZ сказали, что я талантливый, перспективный, да, могу дать их телефон, подтвердят, да. Маленький нюанс. Все остальное очень круто. Как вам? Прям хочется сделать работу. Кто за? Как зовут? За Даниила. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, тридцать два. Круто, Даниил, респект. Все четко, отлично. Что дальше? Все? Давай, это пробуем. Сейчас дело же не в 100 долларов, а в скиллах, опыта, который вы получаете. Он гораздо ценнее. Давай. То есть, главное, чтобы ты просто прокачивал свои скиллы, выступлений, смотрел реакцию людей, видел, что торкает, что не торкает. Давай, отлично. У тебя есть своя фишечка, вот эта крутая. Еще раз здравствуйте. Я опять все забыла. Может, я еще раз чуть-чуть подумала. Хорошо. Да, да, конечно. Кто еще? Давайте пробуем. Мы сейчас просто смотрим. Давай. Давай, вот. Я не до конца продумал. Здравствуйте. Меня зовут Василий. У меня довольно долгая история в производстве сетчатного медиа-контента. Я довольно долго в первую очередь занимался Ютубом. У меня большой опыт в анимации 2D. И я также сделал клип на миллион просмотров по одному треку. Олегенг проводит Томас. Но долгая история с Ютубом. Я не получил ни копейки с этого, поэтому я не получил никакого спонсорства с этого. Также все это время я занимался разработкой игр. Я сделал две игры в школе и также поучаствовал, очень получил хороший рейтинг на Game Jam'е с одним художником, где я был главным программистом ведущим гейм-дизайнером и лидером команды. И также, например, после этого я разрабатывал небольшие проекты, бесчисленное их количество и какие-то просто тестирующие вещи. И недавно мы заняли довольно большое количество тоже рейтинга и хороших результатов на недавнем Game Jam'е Дэйр, который мировой с другим художником. И мне нужны эти 100 долларов, чтобы вложиться в ноутбук, чтобы мне было намного проще разрабатывать игры вне дома, где я схожу с ума постепенно, медленно, от одиночества и схождения с ума. И также выходить на шоу-кейсы, где показывают игры реальным людям и они реально дают себе в реальном времени какой-то фидбэк, чтобы сделать игры лучше. Я обожаю, я в последнее время получил намного больше пэшона от игр и также от каких-то быстрых игр, где нужно довольно много предъявлять им внимания и я очень хочу сделать подобную игру. Супер, очень эмоционально. И если вы вложите 100 долларов в меня, то следующая полноценная игра, которая выйдет в Steam, вы получите этот ключик. Вы можете написать мне бумажки, я положу ее потом, и написать свои контакты и информации. Steam их вроде бы легко выдают, эти ключи бесплатные, так что я легко вам отправлен эту информацию. Очень круто, спасибо. Давайте поаплодируем. Единственный совет, много лишних деталей не надо. Тут важно не сказать как можно больше слов за минуту. Можно сказать в 4 раза меньше слов, даже эффективнее. А так, очень круто. Кто за… Как зовут? Василий. Кто за Василия? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 26, 27, 28, 29, 30 человек. Очень круто. Спасибо. Испект. Да. Надо. Давай. Итак, третий дубль. Здравствуйте. Меня зовут Юля. Я хотела бы начать сразу со soft skills. То, что вы сейчас видите перед собой, это результат полутора лет работы над собой, потому что до этого я буквально не разговаривала ни на публику, ни с людьми. И сейчас, ну, мне немного здесь непривычно находиться. И я очень рада, что вышла сюда. Собственно, за эти полтора года я не только развивала свои soft skills, также я продвинулась в изучении 3D. Я использовала Blender. И за полгода я сделала свою первую 3D-анимацию. Примерно на 3 секунды я сделала из мухи слона в буквальном смысле. Также я изучила Photoshop. И в целом довольно уверенно им пользуюсь. Пару месяцев назад я решила, что в целом, почему бы мне не заняться созданием игр. И я начала проектировать свою игру, разработала концепт. Она будет про лягушек, которые поют. Хочу сделать очень добрую игру, которая не только будет развивать, ну, как это называется, в общем, она будет приносить удовольствие как визуально, так и душевно. Потому что картинки будут красивые, потому что я над этим поработаю. А если вы вложите в меня свои 100 долларов, мы получим замечательный комбьюнити, который понесет эту игру в массы. Я буду очень рада, если вы станете моими инвесторами. Спасибо. Эмоционально. Очень круто. А как зовут? Юля. Юля. Кто за Юлю? 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Вау. Очень круто. Спасибо огромное. Кто скажет, почему он голосовал именно за Юлю? Да? Да. Личная история, личная там боль, личные эмоции. И видно, что ты преодолеваешь себя. Это всегда очень круто. И ты знаешь четко, да, куда ты направишь там эти средства. Очень здорово, да. Спасибо. Респект. Спасибо. Кто еще? Давайте пробуем. Это же прокачка скиллов. Самое главное. И снова добрый вечер. Меня зовут Цветинская Анастасия. Я учусь на третьем курсе искусствоведения в нашем университете. Я собираюсь связать свою профессиональную жизнь с работой в междисциплинарных сферах на стыке искусства, науки и технологий. Проект моей мечты — это цифровая коллекция текстиля и исторического костюма, которая будет полезна как простым людям, да, то есть посетителям музеев, так и концепт-артистам для, ну, как источник идей. Людям, работающим в киноиндустрии, чтобы делать исторически достоверные фильмы. Людям из игровой индустрии, тоже для черпания своих идей. А также молодым дизайнерам для того, чтобы они использовали опыт исторической одежды и могли создавать более интересные модели одежды. Сейчас я занимаюсь на курсах по Клод 3D, изучаю непосредственно основы работы с программой и основы создания цифровых образов. Также у меня очень дотошный подход к сбору и обработке информации. Я всегда стараюсь, чтобы все было очень достоверно и структурировано. И тем, кто проголосует за меня, у вас будет возможность примерить цифровой лук исторического костюма. Круто, спасибо, спасибо, супер. Как зовут? Анастасия. Кто за Анастасию? 15 16 17 18 19 20 круто круто я еще добавил немножко вот именно твои личные истории твои личные какой-то страсти или более чтобы это было понятно почему ты этим занимаешься да что там да за это с детства это мечтал или там то есть чтобы больше прости про тебя лично почему а так очень круто прям четко верится что ты сделаешь респект спасибо супер так то следующий я хочу быть концерт-арт-художником я владею программе сая крита и клип-студио также могу быстро освоить photoshop если то будет нужно занималась комиксами в паблике делала покраски так же работала с заказчиками а людям а людям они получат мне хорошие работы какие ты можешь сказать каждый кто за меня допустим да выберет меня тому нарисую личный аватар индивидуально например понимаешь четко понятно да я сразу голосую получу какой-то результат понимаешь то есть попробуй вот именно вот это вовлечь те кто проголосует за меня получит у меня работу какую он хочет вау круто как зовут за полину раз-два-три-четыре-пять почему круто мне очень понравится ты готова там до каждому нарисовать иллюстрацию вот это если реально готова это очень крутой вклад это респект спасибо за выступление пойти меня зовут ольга я графический дизайнер люблю потому что там все можно гладко классно сделать выровнять и принципе такой человек который любит все упорядочивать у меня очень много заметок если структурирую тайм-менеджмент у меня всегда такое серьезный я боюсь опоздать вот я лидер команды которая разрабатывает мобильное приложение для обмена книг там можно обмениваться книгами отдавать их для многих это актуально потому что есть каждого я уверена есть библиотека который он либо не пользуется или вот хочет отдать или получить более новые интересные книги нам для нашей команды я хочу вложить эти 100 долларов в исследование чтобы было легче исследовать и быстрее для вас какая выгода я наше приложение определяет собой подписку ежемесячную подписку и кто проголосует я могу ее оформить бесплатно супер спасибо огромное как зовут да ольга кто за ольгу и за подписку прожение кстати можно себя да не было никто не спрашивал 17 18 19 человек круто спасибо видно что это актуальная тема да и тут опять же да смотрите мыслите outside the box да то есть очень круто что проголосовала себя нет никаких правил нельзя не ну нельзя не не голосовать но мы же не говорили об этом поэтому думать вы же можете выступить с айпадом пойти взять по другу друга как-то по-другому то есть запомниться здесь нет никаких ограничений да не было в тз такого тз наоборот удивительно что это важно за минуту укладываться и говорить по пунктам да мы не укладываем за минуту не говорим по пунктам но при этом мы не не делаем то что можно делать да здесь нет никаких проблем в этом и таким образом опять же выделяетесь может выйти вот сюда как раз да пойти по аудитории если потом что запомнится как-то людям по-разному здравствуйте еще раз меня зовут камила я учусь здесь на графического дизайнера в спгу птд мне очень нравится заниматься разработкой афиш и логотипов почему потому что мне надоело ходить по городу и понимать что эти афиши уже никто не смотрит это просто визуальный шум и ты ходишь и понимаешь что ну давайте что-нибудь нормальное сделаем и вот мне хочется показать людям как можно круто сделать афиши мне хочется развиваться в этом мне хочется потратить эти 100 долларов на курс которым впоследствии поднимет мою квалификацию и завет мои навыки например 3d моделирование также я очень хорошо работаю в команде я очень исполнительный человек например могу сделать логотип за 4 часа и афишу за час вот опыт уже был и эти проекты работают и собирают большое количество людей на мероприятия в нашем вузе спасибо супер спасибо огромное как зовут этот камилла камилла кто за камилу раз-два-три-четыре-пиши все да но еще рекомендации кто еще 20 пересчит раз-два 30 человек круто респект если что камила все круто если момент на будущее вот ты говоришь прикиньте все плакаты отстой в пите все ужас я все переделаю но онлайн-курсы по 3d моделирование плакаты здесь ни при чем ну то есть ты начала про одно а деньги хочешь на другое просто нюансик понимаешь ну то есть одну боль рассказала а деньги попросила на другую боль вообще нет почему плакаты же в питере находятся то есть на улицах они развешены а 3d моделирование 3d моделирование для плакатов вот это важно да так круто 30 человек респект супер респект всем привет меня зовут ли огородников я с 10 лет занимаюсь дизайн персонажей и концепт-артом с 14 лет начал на ютубе делать свои анимации с этого заработал с немного немало 700 долларов после в 15 лет начала работать с иностранными заказчиками в среднем беру за один рисунок там 20 долларов очень исполнительный человек мне нужно 100 долларов на игру чтобы на рекламу я скажу коротко про что эта игра вы все знаете старую игрушку к достоин соседа которая ушла лет 20 назад но я ее перейдем мы будем играть за шпиона переворот в аду и мы должны собирать различную информацию на других боссов и будет множество концовок к тому же элементы новеллы диалогов текста разветвленность игра будет выходить на компьютер и на мобильные устройства в 3d как-то так супер гораздо круче вот сейчас это четко кто голосует за как за илью давайте так 12 13 14 человек намного лучше то есть видно уже прям по делу круто или а испект да отлично кто следующий а вы вдвоем будете рассказывать а отлично да можно то есть постарайтесь думать опять же да как мы предлагать любые нестандартные идеи так еще больше вы выделитесь здесь нет таких ограничений всем привет меня зовут дмитрий андрюхин я лид 3d артист в студии нерго помимо своей основной деятельности я еще занимаюсь крипто артом nft и 100 долларов мне нужно на создание новой коллекции у меня уже есть один успешный проданный лот на фондейшене вот и тот кто в меня вложится получит 10 процентов от продажи этой коллекции в виде эфира а эфир это вторая капитализации сейчас криптовалюта после биткоина круто супер все по делу я добавил еще почему именно ты ведущий художник то есть в чем-то очень круто что-то рисуешь да почему именно там твое твой арт выстрелит на что мы портфолио то есть это фактами ну я 12 лет увлекать 3d получается в индустрию я попал в 2019 году или дом я стал за два года четко круто да больше проверить все супер как зовут дима дима кто за дима и nft я тоже раз два три пять шесть семь восемь пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать человек девятнадцать я супер актуальная тема nft реально крутая штука будущего те кто не знает погуглите это новый тренд мы тоже этим начинаем заниматься это новый новый биткоин а так прям очень четко спасибо что выступил да с первого раза респект спасибо супер меня зовут софья ты ее продюсер да или кто нет я хочу ее поддержать поддержать морально потому что у нас есть два персонажа которых мы активно используем для своей работы я просто хочу ее морально поддержать чтобы она не боялась вникнуться в индустрию не боялась создавать своих персонажей потому что я тоже очень хочу создавать своих персонажей давать им истории оживлять их и для вас я хочу тоже создавать персонажей я бы хотела создавать опросы создавать темы для обсуждений в которых я бы узнавала каких персонажей люди хотели бы видеть вот а людям за это что а люди бы увидели бы своих персонажей в каких-то проектах ну так же я бы я очень люблю стикеры я бы хотела создавать стикеры с такими персонажами круто и наделять их своей атмосферой спасибо вы вдвоем или по отдельности я не понял по отдельности моральная поддержка моральная поддержка супер как зовут софья круто что вышло в первый раз респект не стесняешься реально молодец кто за софью и запросы персонажей один два три человека четыре пять шесть семь человек круто спасибо что выступила очень классно я бы немножко еще добавил опять же почему ты достойно рисовать почему в чем твой опыт бэкграунд да что пока немножко не сказано непонятно вообще там ты только вчера начала рисовать или пять лет рисуешь или с детства рисуешь мы не знаем об этом да а так бодренько респект начинающий спасибо кто еще здравствуйте меня зовут мирон я конечно немного волнуюсь выйдя на эту сцену но в общем мне пока нормально я всю жизнь интересовался идти но к несчастью из своего вуза вылетел я занимался программированием и сетями что же сейчас я знаю что мне это неинтересно сейчас я увлекся 3d моделированием работ пока что немного но что я хочу сказать о себе я всю жизнь занимался спортом актерским мастерством танцами сейчас я занимаюсь скалолазами для меня очень важно движение и отточенность в этом я очень вдохновляюсь фильмами про кунг-фу какие-то марвел и что-то подобное такое импакт каждого движения для меня важен и во что они выстраиваются в дальнейшем я хочу заниматься персонажами и анимацией я такой типичный джун для вашей компании вот и все смотри очень круто но ты забыл во-первых зачем 100 долларов тебе а во-вторых что дает людям и почему ты почему я что достоин именно ты ну то есть почему должны выбрать тебя поголосовать за тебя почему я достоин мне показалось что я уже сказал мой уникальный подход к анимации моя взаимосвязь с этим уникальный подход в чем то есть факты потому что мы говорили фактами в чем уникальный подход внимательность к движениям к ощущению которые дают это движение на счет 100 долларов ну это курсы по блендеру я очень скромный я не знаю потратить эти 100 долларов это очень много для меня супер как зовут мирон кто за мирона раз два три четыре пять шесть семь восемь человек девять спасибо что первый раз вышел очень смело мне нравится я бы добавил больше фактов как раз вот именно объяснение почему вот а так очень крутое начало круто что вышло спасибо классно кто еще не выступал да и товарищ хоккеист попробуй еще разочек вот с учетом попробуй зажечь еще разок так чтобы показать не только вот свой passion серьезность еще что ты берешь что-то и ты доводишь до конца попробуй может тренируемся любую сферу да ну давай конечно окей вот давай всем снова привет напомню меня зовут ангелина и я хочу чуть больше рассказать о своем опыте я с 14 лет уже в геймдеве и дизайне как раз таки по этому поводу я поступила в этот университет на направление дизайна также я выбрал олимпиаду заняв первое место вот но больше я хочу конечно рассказать про свой опыт в IT потому что он достаточно к моему возрасту я считаю мне сейчас 18 то есть я 4 года в этом занимаюсь они достаточно высоки потому что наш культовая игра в жанре айдл набрала превысила отметку 1 миллион пользователей кто в нее играет вы можете найти ее в google play и я занимала роль тестировщика то есть я тестировала этот продукт и делала максимально его качественным то есть чтобы игроки которые будут в нее играть они понимали что над продуктом старались и им действительно жили то есть вложилось очень большое количество не только материального но и эмоционального но я также хочу сказать об одной очень важной вещи как эмоциональное выгорание и буквально месяц назад я с этим столкнулась и у меня было очень много неудач и сейчас в зале сидит человек Викентий он поверил в меня он меня очень сильно поддержал эмоционально и я веду свой блог я об этом уже рассказала вы также можете напоминаю подойти ко мне и узнать про него и в этом блоге я рассказываю про свой путь и также рассказываю о людях которые меня поддерживают которые меня обучают также про те курсы которые я прохожу какую практику я получаю и что я делаю в компании и об этом вы буквально можете узнать по блоге и также если вы вдруг задумались инвестировать в меня в мой личный бренд в мой продукт то я могу сказать что уже нашелся один человек который действительно меня поверил и также я на курсе поверю в вас поэтому вы можете обязательно ко мне обратиться не только как бы участвовать в курсе но и спросить какого-то совета потому что я просто действительно говорю этим делом и хочу чтобы все молодые ребята которые сталкиваются с такими же проблемами возможно как и я изначально я хочу чтобы у вас была поддержка и поэтому вы обязательно можете мне написать и узнать все подробнее вот очень круто спасибо за внимание спасибо огромное да круто что ты умеешь еще отдавать да привет спасибо за кто за ангелину 30 человек очень круто прям достойно спасибо огромное за выступление круто кто еще да добрый день меня зовут илья я в геймдеве буквально два года я поступил в этот институт еще в двенадцатом году потому что я был достаточно насмотрен большим количеством фильмов сериалов у меня большой культурный бэкграунд так сказать опыт также довольно давно играю в компьютерные игры мне стало это интересно я поступил сюда соответственно я начал изучать направление в различных дизайн 3d моделирование 2d моделирование в итоге у меня из софт скиллов наверное это 3d пакеты различные 3d max maya blender unity unreal engine из игровых движков последние два года я участвую в различных game jam их это три последних людям der с тремя разными командами это наверное показывает мне как человек который может сработаться с несколькими людьми с разными командами с разными людьми последний game jam у меня по-моему был даже в роли лида наверное можно так сказать на что 100 долларов самообразование наверное и наверное чтобы в институте многие студенты могли также участвовать в каких-то классных практических проектах потому что мне кажется очень много ребят которые например сюда сегодня не вышли и интроверты которые классно работают у них нету большого опыта они не стремятся они они не приходят на такие собеседования в которых они могли бы выложиться поэтому на кафедрах нашего института можно было бы сделать такие вот блюдом джем на которых они бы могли набраться опыта командной работы мне кажется это дало бы большой толчок индустрии в нашей в нашем городе круто спасибо что выступил реальный эксперт что вышел как зовут Илья кто за Илью 24 25 26 очень здорово видно что тема которую ты затронул она больная но это боль для многих это здорово что ты затронул спасибо уже реализовано на кафедре в шпм на институтах в шпм на выше пока я сейчас запустил подобную штуку у нас в шпм это институт медиа технологии институт технический да новость уже была супер давайте попозже да это отдельно обсудите спасибо огромное кто выступил кто еще не высказался мы финализируем о давай попробуем финальный раунд и потом попробуешь давай ты же как раз опыт опыт да и теперь чтобы каждый из вас почувствовал себя с точки зрения инвестора работодателя вот кто кого запомнил давайте немножко поговорим вот девушка в черном от кого ты запомнила кому ты даешь 100 долларов кому ты дала 100 долларов одному а ему уже рубашки? Кто? Где? Вот. Почему? Супер. Так. Здорово. То же самое, да? Круто. Кто еще? Что? Кого больше всех драйванул и почему? Мы же со стороны смотрим, да? Сейчас это просто эксперименты, да? Но потом в рабочем они очень сильно помогут вам лучше и подавать себя и смотреть со стороны. Кто еще за кого проголосует? Да. А ты за кого? Парень в черной ковке уже, в принципе, с этим питчем просто идет сейчас по всем студиям, собирает несколько офферов и уже думает. Вот. И он четко знает, что хочет, да. Это очень круто, да. А фотограф? Кого вы выберете? Круто, да. Да, да. Много опыта. Супер. И какие у вас инсайты? Вот со стороны вы сейчас лучше смотрите, на что вы на будущее будете делать акцент, когда будете презентовать себя? Да, вот как раз, да. Посмотрев на более там сколько там, 15 человек. На что теперь? То есть какие у вас инсайты? Новый опыт. Да, круто. Это важный момент, да. Особенно если на международной арене работаем. Кто еще какие для кого инсайты? Да. Записывать. Причевать там подруге, другу, да, там маме, девушке. То есть чтобы у вас это было прям, чтобы вас разбудить ночью, вы за минуту запичили себя любому человеку. Это очень важно в современном мире, когда так много людей, так мало внимания, да, так мало возможностей быстро заявить себе. Те, кто умеют быстро расположить к себе, получают и больше там коллег по работе, и стартап легче привлекаются, и сами набирают команду гораздо легче. Мы это прям замечаем. Кого еще какие инсайты? Да. Фокусироваться на своей мечте, но при этом не быть маниакально этим горящим, думать тоже о других людях. Это очень важно. Вот у меня такая мечта, но она и вам уже нужна. Тогда имеет смысл. Тогда люди будут помогать и вовлекаться в это. Очень сильно. Супер. Да. Очень крутой анализ. Да, четко. Супер. Тогда ты попробуешь последний раз, да? Выделять все основные какие-то вещи, потому что хочешь что-нибудь в детали уходить, не лично по камере, всегда. Ну, я вот это. Ну, вот это. Как бы. И нужно стараться. Да, потому что если посмотреть со стороны, вот сейчас, да, вспомни наш мозг, скажи каждого человека, и как я буду вспоминать. Крутой блок, обратиться за помощью, лягушка приятная, куча крутых игр, фанаты разработки, классно, дизайн как раз 2D, да, и так далее, да, у каждого. И круто у каждого, когда это совпадает с тем, что ты реально хочешь донести мысли, потому что через какое-то время все это смешивается в полную кашу, а все-таки вот эти первые 2 слова, они решают. Круто, да? Я хочу попробовать просто, раз такой опыт, тут много людей разных, можно попробовать поговорить на сцене, по проекту. Я сейчас чуть выпал из YouTube и немного вошел больше в геймдев, но я хочу это как-то объединить. Я хочу получить много опыта в геймдеве, поэтому я решил, что я сделаю 10 игр и выложу, скажем так, разработку их на YouTube, как делают, особенно за рубежом, очень хорошо. Также я хочу попытаться это перевести и выложить все эти видео также на зарубежный YouTube. То есть это какие-то месяц-два на каждую игру и абсолютно разных жанров. Мобилки, VR, просто ПК, шутеры, логические. То есть попробовать все разные жанры, чтобы получить максимальное количество опыта от разработки и от просто как бы и от геймдизайна, и от визуального составляющего, то есть я хочу самостоятельно все это делать, и от подки именно с точки зрения кода. Получить кучу этого опыта, а также сделать достаточно большое количество проектов в портфолио и просто, чтобы люди могли в них играть. И если говорить просто долларов, что я просто как факт, который мы тут… То если вы проголосуете за меня, то вы получите специальный доступ к Дискорду, где я буду… Это как Патреон, то есть там будет раньше других появляться видео и раньше появляться игры, которые я буду делать и даже какие-то промежуточные результаты. Вот, и возможно какой-нибудь чат Телеграммы, не знаю. Вот, у меня опыт на Ютубе довольно большой, я больше сотни разных видео сделал, и так что в целом эти видео достаточно будут интересными и хорошими. Круто, то есть ты обещаешь делать 10 игр, выкладывать их в разработку, полностью вещать, ближайшие там 10 месяцев получается, да? Год с лишним. Целый год. Если это не получится… Если это не получится, то ваши деньги вернутся обратно на счет. Возможно. Да. Смысл в том, что я хочу, во-первых, получить опыт. Это в первую очередь опыт и сам процесс. То есть я хочу сделать хорошие игры, но… А, и самое важное, что это не какие-то огромные игры, которые там длятся по часу, по 6 часов. Это может быть что-то либо генерируемое, что можно играть долго, но оно автоматически генерируется, либо что-то, что проходит, например, за полчаса. То есть именно пытаться хорошо что-то сделать, какую-то демку, образно говоря. То есть 10 игр в каждом жанре отдельно, ты в этом изберешься, это никто не делал, потому что это почти невозможно тому человеку за год, виртуально реальные сгонки, шутеры. Но ты это хочешь сделать? Да. Мне очень интересно изучить каждый из этих вариантов. И если ты это не сделаешь, то что? Каждому из голосующих по 100 долларов. Нет, я разделю. Я разделю 100 долларов на голосующих. Ну ты понимаешь, потому что выглядит слишком невероятно. Вот мой мозг не верит, что это возможно, но хочется в это верить и хочется понимать, что, знаешь, если я проголосую, это случится. Вот что. Потому что если бы сказал, я сделаю одну игру и каждый аватаром, ну в это более-менее верить. Скорее всего, это получится. То, что ты заявил, это прям как сделать аватар 3 к декабрю быстрее, чем камера. У меня есть достаточно много опыта и в том, и в том. А ты видишь в этом силы себя, да? Да, вижу в этом силы. Круто, круто. Давайте, кто голосует за? За Василия 10 игр в год. Чуть больше года, но не знаю. Да, больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать человек. Меньше, чем перед этим. Почему? Почему меньше людей, как вы думаете? Слишком нереально. Кажется, что сейчас на энтузиазме ты так говоришь, через месяц ты подумаешь, бля, зачем я согласился. Понимаешь? Ну, то есть, скорее всего, шанс, то есть, один процент, что у тебя получится сделать, десять, это никому не удается в мире. Я не знаю таких людей, да, если только это небольшое издательство. Вот. Что еще почему? То есть, здесь, наверное, главный опыт, который мы поняли, что лучше все-таки очень адекватно подходить к целям. Потому что, когда, ну, как бы каждый из нас, если скажет, я сейчас сделаю лучше, чем Тесла, ну, шанс нулевой, что мы это сделаем. Но если кто-то скажет, смотрите, вот в Тесле, вот здесь как раз какой-нибудь, не знаю, кнопочка или интерфейс можно переделать вот так получше, я задизайнила. Это более верится, это более правдоподобно, это реально. В это больше мозг увлекается. А сейчас это немножко со стороны напоминает, знаешь, как там мужчина перед свадьбой говорит, что я тебе и Бентли куплю, и на Дубай отвезу, и вообще все. Это вообще непонятно, как менеджер, да? Вот. Но ты можешь сказать, я каждую идею буду делать по одной гиперкаржуальной игре, каждую гиперкаржуальную игру посвящу идее конкретного, кто за меня проголосует. Четко, понятно и вовлеченность людей. Скорее всего, ты бы это сделал, да? Но я в это верю. Ну, понимаешь о чем, да? То есть, важно вот здесь именно как раз реалистичность. А так, спасибо, что пробуешь, это очень круто, что ты экспериментируешь и пробуешь. Поэтому, кто еще не высказался, кто хочет? Или все высказались? Все, супер. Расскажешь еще, Зочек? Давай. Ты же сказал, что ты… Да 10 в одном. Давай, покажи. Блин, тут конкуренты, конечно, крутые. Ничего не сказать. Все просто, все мои качества затмили собой. Ты вышел. Давайте поддержим, что смелость, потому что это не менее важно, чем и скиллы. Респект, что собрался. Давай. Но все-таки, наверное, один аспект они не затронули. Это то, что они как разработчики все, как креаторы, они создают продукт, но они как пользователи, они знают ли рынок как бы, кто будет в них играть, кто будет пользоваться их приложениями. Я, например, могу позиционировать себя как профессиональный игрок в игры, подтверждение, что я состою в киберспортивной команде. И я знаю, какие игры нравятся, какие завлекают, какие дисциплины популярны, что игрока интересует в игре, почему он не играет. И поэтому я как бы бываю по две стороны от экрана, как создатель и как игрок профессиональный. И поэтому, если я буду создавать игру, а что будет, это однозначно будет, моя игра будет максимально точно выстрелить в рынок. Она попадет в тренды, я вас уверяю. Поэтому вы можете инвестировать уже в людей, которые уже разбираются в этом деле, которые уже знают, да, это стабильность, но не гарантирую, что они попадут в тренд, что их знания фундаментальные какие-то, что они выстрелят. А я знаю, что выстрелят, потому что я крутой. Намного в серьезности больше фактов, но мне намного нравится больше, чем ты раньше, потому что здесь четко видно, куда вектор внимания, да, уже намного больше верится и хочется поддержать прям сильно. Поэтому, как зовут? Кто за Григория? О, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Ты за себя не голосуешь, да? Восемнадцать человек. Видишь, намного лучше. Да, было ноль, теперь восемнадцать, потому что четкость, понимание и серьезность, да, видно, теперь я вижу, что ты это сделаешь. Чувствуешь это? Круто, молодец, что выступил. Спасибо огромное всем. Остаются два человека, у кого больше всех голосов. Кто? Да, да, остаетесь двое. У тебя сколько голосов? Тридцать четыре, у кого еще сколько? Тридцать два. Вот остаетесь двое, остальных всех спасибо огромное за выступление. Также хочется отдельно отметить, вот девушка в черном, пожалуйста. Подойдите сюда. Да. Ты очень сильно правильно мыслишь, и ты круто сформулировала три вещи, да, каждого печа. И видно, что, соответственно, твой мозг работает, и работает правильно. Поэтому от нас тебе книжку. Спасибо огромное за то, что ты правильно мыслишь, и за твою как раз страсть. Спасибо огромное. Очень круто. Еще хочется наградить девушку с Газпрома. Где? Да, 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 иди сюда. Как думаешь, почему? Так, не пугает, у всех есть почти. Почему? Да. Так у многих есть определенная цель. Так у многих есть опыт работы. У тебя видно очень серьезный фундаментальный подход к работе. Это прям чувствуется, да. У многих он чувствуется, у тебя он прям явно развит как раз. Это очень круто, да, рекомендую впитывать, потому что это прям за секунду определяется человек, разбирается в сфере. Да, Оль, хочу добавить. Но без пафоса, то есть тебя видно, что ты именно, ну, как бы объективно оцениваешь, но не говоришь, что ты самая крутая на земле, да, все должны поклоняться тебе. Все-таки адекватно, это безумно важно, это со стороны быстро чувствуется. Рекомендую вот это впитывать, да, и то же самое там на презентации будет видно, что вам просто верится. Не знаю почему, но верится, вот девушка с костюмом тоже, вот тебе тоже верится. То есть я не разбираюсь, да, я не видел твою портфолио, но по твоим словам я верю, что, скорее всего, все будет, ты сделаешь все хорошо. Это чувствуется, да, и здесь также у тебя чувствуется, что ты сделаешь все хорошо. Вот, спасибо тебе книжку от нас, вот, и благодарю за респект, спасибо. А теперь, да, мой победитель, скажите, какие выводы вы сделали, что для вас было самым главным открытием, инсайтом, и что какие там, поделитесь там мнением и опытом. Ну, пожалуй, самый главный вывод за сегодняшнюю встречу для меня, это четко, нужно научиться четко формулировать свои цели, задачи, которые нужно перед собой поставить, и здраво оценивать свои силы, чтобы, ну, понимать, что перед тобой стоит и как ты к этому придешь. Добавляйте какие-то эмоциональные, понятные образы, и гадные дешевые, так мило, многие даже метили. Не просто какая-то эго, которая изменит весь мир, непонятно, да, а вот именно твоя эмоциональная вовлеченность в четкую, понятную, какую-то цель, да, это что-то попало, да. Круто его аудиторию и попало, это здорово. Спасибо огромное. А он работает? Да, работает. Я хочу всех поблагодарить за фидбэк. Вообще всех очень приятно было услышать критику конструктивную. Я для себя вынес вещь первую, это точно нужно знать, на кого ты идешь. Либо на жена, либо на медла. Вот, появился стимул еще больше развиваться. Увидел то, что есть очень много крутых ребят, у которых есть очень крутые идеи. И я всем желаю их осуществления. Всем спасибо, что вы пришли. Супер, спасибо огромное. Напишите мне в инстаграме тогда просто Максим Михеенко, следующие шаги по гранту. Блоба, молодцы, молодцы, то, что и выступили, посмотрели себя со стороны инвестора, работодателя, лучше поняли, как подавать. Потому что вот у человека в Стоун-Айленде как раз по сути образцово-классический кейс устройства на работу, на хорошую позицию. Четко, понятно, ничего лишнего, прям по делу. Как раз вот таких людей мы ищем на классические позиции 3D-артиста, 3D-характер-артиста, 2D-артиста. Четкое понимание, немножко эмоций, немножко драйва. Супер. У девушки с лягушкой это идеально творческая тема. Как раз это больше про то, что я хочу делать, творить, менять. Это тоже не менее важно. Это просто немножко разные сферы. И они обе важны. Главное вам тоже выбрать, что вы хотите презентовать. Быть там в инди-проектах или работать в коммерческих, там, 3D-райв проектах. И четко формулировать речь. 99% людей сейчас, к сожалению, не могут четко сказать за минуту, что они там чувствуют, мыслят. Соответственно, те, кто могут, уже сильно выделяются. Вот сегодня мы это хотели вам показать, потому что в современном клипо-мышлении, там многие, вот у нас мы общались с американцами, с Generation Z, поколение там, ваше, да, я постарше, они Джеймса Бонда нового досмотреть не могли. Слишком скучно, медленно. Три часа, что-то там размусоливает. Все, next. Что там интересного в ТикТоке? О, залипли. Почему? Потому что мир меняется. И вот это, чем быстрее вы можете четко передавать информацию, тем бы круче и выделяете по сравнению с другими. Поэтому спасибо огромное, что поучаствовали в таком мини-питчинге. Вот. Да, спасибо. Круто. У нас осталось минут 5-10 на вопросы. С удовольствием отвечу на вопросы, которые вас интересуют по игровой индустрии, по Америке, все что угодно. Да. 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 Угу. окей смотрите да первый момент интровертом интровертом не менее эффективно выступает также то есть мы же здесь не боимся за красноречия да есть который скромненько спокойненько но четко сказал о себе да не эмоционально должно минимально эмоционально но если он сказал четко что он хочет мы его возьмем ли с удовольствием да здесь не вопрос как бы печать себя там эмоционально вот так вот просто важно сказать четко а это интроверты кстати да не важно это то как мыслит его мозг вот это на что мы смотрим там через зум через microsoft teams ты даже письмом написать четко себе уже дать можно выделиться неважно где это вопрос чисто донесение информации вот как уйти от инфоцыганство то что мы говорили говорить фактами только фактами я делаю самый лучший игру на земле плохо я разработал игру которая победила в конкурсе ульяновске 2019 я получил второе место хорошо четко понятно чтобы каждый ваша фраза вы могли доказать каким-то фактом вот это самое главное москва лучший город на земле как рейтинг как раз бизнес там сити она заняла четвертое место как в 2021 году вот ссылочка все четко да не субъективно то есть всегда иметь четкие источники чем они серьезнее тем больше вам поверят и стараться убирать слова я самый лучший я изменю мир уникальный продукт это все говорят и это уже не воспринимается наоборот да гораздо больше запомнится человек который скажет ребята я сделал самую скучную игру на земле худшую на планете просто уходите не слушайте меня уже интересно почему так мало кто говорит то есть задача говорить не стандартно но и четко вот это как раз и выделит вас посмотрели наверняка видели со стороны вот выходит один человек говорит вроде все круто но мозг такой блин скукотище все а другой человек говорит вроде бы те же самые вещи но хочется слушать почему он вовлечен он использует немножечко другие словечки какие-то маленькие и уже такую блин интересно вот эти то есть старайтесь уникальные слова которые именно уникальные в прямом смысле они слов уникальный вот это важно таким образом посмотрите кто как разговаривает я там учусь через русские норм на ютюбе айти борода есть такой youtube канал там можно смотреть как говорят топовые айтишники и принимать вот эти словечки которые вам нравятся потом использовать в своей же речи вот короче какие вопросы есть да с одной стороны набираться опыта с другой стороны понимать конкретную боль и потребность этой компании это идет сбербанк это у них одна потребность когда идешь в яндекс другая когда идешь к нам 3 как это понять смотрите сайт компании философию компании и интервью топ-менеджмента да то есть мы также пишем письма там в amazon мы смотрим что говорит джефф бэзос ага он использует такие словечки мы это используем в письме там да когда мы пишем microsoft другие словечки то же самое то есть когда вы идете в компанию примерно понимать вот чем она дышит как она функционирует и вы уже выделяетесь постоянно 90 процентов других соискателей потому что человек который кто знает откуда взялось название 5518 вот круто уже чек хотя бы погуглил уже молодец да смотрите да сколько человек знает там несколько человек а другие уже ну как бы коммерчески отстают и то же самое с любой компании вы приходите сбер говорите мне так нравится ваша экосистема пользуюсь сбер звуком мне нравится вот установлен уже выделяетесь да приходите в яндекс пользуюсь яндекс такси вот беспилотники жду в хамовниках едет уже выделяетесь да приходите к нами говорите блин у вас nfc раздел появился раньше не было что вы делаете ли nfc прикольно уже мы такие о да то есть человек следит за нами именно в хорошем смысле вот это важный момент быть вовлеченным в компанию куда-то устраиваешься большинство людей к сожалению почему-то не занимаются этим и они проигрывают из-за этого вот по сути никаких то есть самое главное правильно презентации до себя это портфолио резюме рекомендации очень важны linkedin очень важен там завести правильно linkedin получать там рекомендации от тех где ты работаешь вот тут каждый убирает себя то сейчас почти здесь нет по сути уже русских компаний там или американские это все глобальные да там активизм близок по всему миру мы там работаем над call of duty and call of duty работают со всего мира филиппинцы украинцы русские белорусы да неважно уже кто есть вопросы на скорее даже никак бы не национальность компания ты хочешь устроиться вот игры которые тебя горит потому что в россии можно достойно зарабатывать уже да мы работаем над топовым проектом и очень достойно платим не хуже чем в других странах уже такого нет низкая важен проект который там ты горишь это важный момент надо посмотреть какую конкретную боль она решает и как можно быстрее чтобы она это решала посмотри на робин гуд приложение для инвестиций на тинькофф инвестиции на и валют это программа там да для финансового сектора но они очень круто выделились они закрыли новую боль они добавили entertainment геймификацию когда я покупаю там акцию тесла в сбербанке это круто но это очень классические а когда в тинькове это прям такие эмоции такая радость такая вы молодец там еще лучше цена у вас там да там еще есть какие-то рейтинги да кто купил у него не то да у него рейтинг упал они добавляют игровые элементы в приложение это становится круче то есть мы за геймификацию зашел в твое приложение получил ништячок вспомнил про мой день рождения получил ништячок то есть добавлять элементы что это почти игра но это серьезное приложение поэтому вот это то что выделят сейчас на рынке потому что такого пока мало тинькофф инвестиций хороший пример серьезного приложения но с игровыми элементами вот особенным и вовлеченным как а сразу же да то есть как игры посмотрите как игр увлекают то же самое с приложениями классические устаревшие приложения вот обычные они уже отходят нам хочется быстрее чтобы нас вовлекали чтобы мы были какие-то получали созачивки награды рейтинги мы везде это хотим уж мы в играх с утра до вечера там привыкли к этому эти вещи супер еще пару вопросов да на портфолио мы вращаем чтобы было 5-10 работ в одном стиле в одном жанре то есть робот сосиска скин фартнайта скин аpex legends неплохо но гораздо лучше 10 скинов фортнайте от одного человека или 10 морковок почему что может делать в одном стиле в одном жанре много всего то что к сожалению оказывается что допустим много кто готов сделать там один пулемет для call of duty в принципе но желающих реально немало но кто готов делать два года пулемет для call of duty желающих становится уже на немножко рутинно кто-то говорит блин не скучно я поеду на бали или как раз займусь музыкой там слава мэрлор выпустил новый учебный курс вот это интереснее и все ты не пол для call of duty сделаешь а ты готов сделать хотя бы 10 20 и это уже отделяет что ты серьезно ты заметили сегодня как важно мы смотрели как человек серьезен ты играешь в индустрии значит скорее всего ты не свалит говорит серьезно с деталями мы верю вот тоже самое это значит показать что ты серьезно показать делом что один ствол многие могут сделать у кого в портфолио 10 столов уже намного меньше людей у кого портфолио 50 столов там два-три человека и таким образом ты серьезнее показываешь намерение свое вот это важно мы рекомендуем делать там стволы пулеметы оружие не знаю персонажей для игр которые вы хотите делать то есть посмотрите там стволы с call of duty он сколько уходит допустим месяц задача ваша сделать также за месяц такой же ствол то есть представляете что вы уже работаете там в триарч в активижен близард сколько они завтра они же на арт-стришне все это пишут там художники студии вот там а к 47 тратил месяц там такое количество полигонов супер твоя задача сделать также такой же примерно ствол также за месяц примерно с таким же полигонажем а еще лучше еще круче сделать и вот то есть именно делать исходя из потребности рынка то что делать ствол там в течение года ну на я не знаю игр которые это нужно да сейчас нет никого в этом смысла понимаешь то есть делать что можно потом применить в игре чтобы показать навыки конкретное дело вот это очень важно да сейчас nft блокчейн очень горячая тема это прям дикий запад туда ищут и людей и инвесторы готов вкладывать любые деньги это новый рынок это первое второе синглплеерные качественные игры с сюжетом это хоррор это какой-нибудь страшилка но такая необычная уникальная вот то что требуется есть такая судя обе геймс из польши посмотрите что они делают них недавно tencent много денег инвестировал то есть синглплеерные люди для игры для людей там 25 плюс которые устали от того чтобы покупать премиальных свинок да фри-то-плея не хотят просто вечером сесть и два-три часа поиграть в игру да как посмотреть сериал нетфликса таких игр мало требуется их огромное количество немножко устали от одинаковых ферм мы хотим какой-то новый экспириенс а сериал уже нам скучно смотреть хочу участвовать не хочу просто видеть да как там главный герой выбирает там спасти эту собачку мутирувшую да или там на ее не спасти хочу сам выбирать да вот это вот именно сюжетные одиночные и на ты пять часов геймплея вот то что сейчас мы прям боль видим что их не хватает они уже пришли то есть у нас уже есть художники до которым там по 15 16 лет которые используют все новейшие разработки там nvidia intel а это пока в процессе да здесь я не могу сказать но в графике то есть не боитесь использовать уникальные фишки носить художник который рисует по три-четыре часа но для клиента выглядит как 8 часов почему он использует все технологии там nvidia и там хопа 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 накидал но потом обязательно дорисовал сам да чтобы это выглядело но человеческим трудом не компьютерная графика но используя наработки там да это искусственного интеллекта до нейросетей и это быстрее доводит до результата нет никакого смысла замедлять процесс главное качественно и уникально делать но используя современные технологии мы только за этого nft сейчас идет в большой коммерческий запуск то есть мы работаем с большими корпорациями типа типа диснея и универсала которые просят делать nft персонажей оружие тачки для своих сериалов игр кино вот такого духа и это стоит очень дорого это скорее всего будет цениться с годами все больше мы там работали над джеймсом бондом недавно для писан именно контент для nft под фильм и скорее всего это будет с годами дорожать как реальная там коллекционка stalker да грубо говоря вот типа такого мы в этом видим возможность и для любителей такого знаете будущего стабильного инвестирования вложиться в крутые nft да и через пять лет там собрать урожай и самому делать свои графические продакшн есть такой художник никита и плянский в инстаграме кому интересно погуглите он прям занимается nft очень круто у него прям кейсы персонажа сколько стоит как продажи вот такого не хватает такого надо много уникального такого необычного дизайна с точки зрения nft блокчейна мрачный мир будущего да вот это все что любит блокчейн комьюнити это требуется это огромный горячий тренд сейчас супер да идеальный путь 3d художника первое поиграть во все игры которые нравятся второе выбрать игру в которой хочется разрабатывать стиля допустим last of us третье понять кем ты хочешь быть 3d художником по персонажам 3d художником по оружию 3d художником по пропсам выбрал допустим 3d пропсов четвертое зайти на арт-стейшн и найти всех художников 3d пропсов из компании который делал last of us пятое продружиться с ними прям смотреть каждый день представлять их утром вечером они должны быть ты должен их видеть чаще там свою любимую девушку ты должен прям вот проникнуться этими ребятами этими работами шестое взять и сделать 10 объектов окружения из last of us прям один в один и не хуже чем они потом показывать друзьям смотрите вот это last of us это сделал я если ребят скажет чувак у тебя гораздо хуже понял переделываешь до того момента когда они скажут а какой из этих твой ты говоришь вот это мой они говорят точно слишком круто сделан ты говоришь да 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 это мой то есть когда ты сделаешь такой уровень шестое да шестой пункт идти писать всем студиям которые делают такие игры например мы работаем над спайдерменом да ты сделал десять объектов окружения для спайдермена пишешь нам добрый день максим вот я хочу работать над 3d играми а-ля спайдермен вот мое портфолио и там десять работ в духе спайдермен да я готов работать фулл-тайм все осталось это что сделать сделать круто спасибо огромное очень классно у вас здесь теплый прием видно что вам не все равно игровая индустрия очень мощно развивается и мы видим потребность в кадрах невероятно но в кадрах которые четко знают что хотят четко понимает и готовы каждый день работать я думаю сегодня это увидели со стороны спасибо будут вопросы с удовольствием отвечу а так очень круто да все выпали